Фантомно-болевой синдром Фантомная боль 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 тела. Собственно, профилактика фантомно-болевого синдрома. В соответствии с тем, что мы узнали о методах формирования и патогенезе фантомно-болевого синдрома, мы можем говорить о том, как можно этот фантомно-болевой синдром предотвратить. Первый вариант – это хирургическая профилактика, и второй вариант – это профилактика эмоционального напряжения, то есть аутогенная тренировка, формирование навыков саморегуляции и релаксации. Фантомно-болевой синдром возникает в результате повреждения нервной ткани при ампутации и формирования патологического очага возбуждения в центральной нервной системе. Собственно, в чем основная сложность того, что возникает в фантомно-болевой синдром? В том, что активизируются прежние мимические следы, и с этими прежними мимическими слезами нам и нужно будет работать. Но о лечении фантомно-болевого синдрома вам расскажут уже после меня. Я все-таки сконцентрируюсь на профилактике фантомно-болевого синдрома. Итак, начнем с хирургической профилактики. Хирургическая профилактика. При выполнении количественных операций особое внимание уделяется сохранению максимально возможного объема здоровых тканей для улучшения функции конечности и качества экзопротезирования после операции. Ну, собственно, есть циркулярный способ иссечения, рассечения мягких тканей. В таком случае мы получаем достаточно экономный по отношению к мягким тканям способ, но при этом расположение соединительной врукцина рабочей опорной поверхности затрудняет раннее экзопротезирование. При лоскутном способе включенные в состав лоскутов мышцы играют роль своеобразных амортизаторов между опилом кости и поверхностью гильзопротезов, что, собственно, и способствует более ранней активизации и более раннему экзопротезированию. Вот. Ну, собственно, на слайде перечислены основные виды хирургической профилактики. Это на этапе предоперационной подготовки больных целесообразно проводить устранение патологической болевой импульсации с периферии. Также длительная преимпутационная блокада культи по Спиранскому и Вишневскому, внутрикосная блокада по Сокову и снижение возбудимости нервных структур. Также при проведении оперативного вмешательства обеспечивать адекватное обезболивание и применение во время ампутации идеально острых инструментов для разъединения тканей. Например, где полновой скальпель, который, ну, в перспективе может либо снизить, либо, ну, каким-то образом минимизировать проявление фантомно-болевого синдрома. Идем дальше. Психоэмоциональное напряжение, которое влияет на проявление фантомно-болевого синдрома, ну, непосредственно. Тут немного съехал шрифт, но ничего страшного. Я надеюсь, что всем видно. Если нет, то я все равно подробнее расскажу. Следует учесть, что и операции, и заболевания. Это определенный стресс для организма, который обуславливает нейроэндокринную перестройку, который обуславливает высокоэмоциональное напряжение, с которым, ну, конечно, хорошо бы поработать просто потому, что высокоэмоциональное напряжение, но способствует в том числе и активизации, и проявлению, и в последующем, если мы с фантомным болевым синдромом поработали, в перспективе дистресс-синдром, он способен спровоцировать, ну, болевую атаку, возвращение фантомно-болевого синдрома, так как это хроническая боль, с которую можно купировать, но при дистресс-синдроме она может вернуться. Итак, аутогенная тренировка. Аутогенная тренировка введена в практику немецким психотерапевтам Шульцем. Применяется в ситуации необходимости повышения уровня самоконтроля при болевом синдроме, бессоннице, эмоциональной лоббильности, запредельном торможении и истощении при дистрессе. Включаю две фазы. Это научение пациента снятию напряжения, релаксации, создание ощущения тепла или прохлады, в зависимости от задач регуляции деятельности вегетативной нервной системы и создание релаксационных состояний в профилактических целях. Собственно, формирование навыка саморегуляции при аутогенной тренировке, оно связано с стадиями развития речи. То есть, как мы учимся говорить, так мы примерно и учимся себя расслаблять в данном случае. Ну и по этапам. Первый – до выполнения мышечной релаксации случай речь приходит с психотерапевта. То есть, пациент с психотерапевтом в паре проводит эту релаксацию. Психотерапевт произносит формулы расслабления, а пациент слушает их и следует им. Далее – повторение формулы аутогенной релаксационной тренировки вслед за психотерапевтом. То есть, пациент самостоятельно себя уж расслабляет, самостоятельно при поддержке терапевта. То есть, терапевт говорит, пациент при себя повторяет. Самостоятельное упрощение пациента аутогенной формулы релаксации, потому что запомнить всё сразу может быть сложным, и он повторяет в более сжатом своём режиме, в том, в котором ему комфортно. Затем усложнение аутогенной формулы с помощью психотерапевта доисходного уровня, чтобы восстановить полностью весь текст, всю формулу расслабления и самостоятельное проговаривание пациентам утогенной формулы в исходном сложном виде. Далее описание своих ощущений по окончанию утогенной формулы и осуществление мышечной релаксации. Описание образа переживания и ощущения полного нервного мышечного расслабления. Формулирование своего утогенного вербального кода и осуществление мышечной релаксации при контроле над ощущениями и действиями посредством внутренней речи и при помощи своей вербально-утогенной формулы. И далее у нас идет релаксация. Релаксация может быть, например, нервно-мышечная релаксация по Джекобсену, прогрессивная нервно-мышечная релаксация. Здесь мы обращаемся к 16 группам мышц, выделенные Джекобсеном. Предполагает контрастное ощущение напряжения и расслабления, что необходимо при мышечных зажимах. То есть напрягая, а потом расслабляя и концентрируясь на своих ощущениях при проведении данной методики, мы таким образом снимаем выраженность проявлений на соматическом уровне высокого эмоционального напряжения. И таким образом стабилизируем и свое эмоциональное состояние. И релаксация с вызовом ощущения тепла и прохлады. Это тоже такой вид релаксации, при котором можно снизить выраженность эмоциональное напряжение. И уже в более спокойном состоянии, в том числе и, например, провести консультацию для того, чтобы выявить определенные страхи, тревоги. Ну и, в общем, как-то с этим поработать. Вот. Собственно, на этом все. Спасибо большое. Жду ваших вопросов.